когда-то в далеком детстве нас всех учили отвечать за слова сначала на примитивных примерах потом уже на более сложных постепенно мы росли и с нами росло наше миропонимание к сожалению не у всех у немалого количества людей это самое условное миропонимание то есть осознание по каким правилам живет мир в целом и общество в частности так и осталось нетронутым с тех детских пор и все еще держится на примитивных примерах очень часто они под ответственностью за слова понимают какой-то тотальный диктат которые раньше представляли родители а теперь государство запрет свободы слова короче и другие с переменным успехом до них пытается донести что это вовсе не так что ответственность это гораздо более широкое понятие и политик тут вообще ни при чем к сожалению воспитательный процесс вмешался интернет и часто чего уж греха таить с попустительства родителей которым плевать чем занимается их ребенок лишь бы не мешал и в итоге как некоторых впоследствии давайте скажем прямо не особо культурных представителей нашей страны растила улица с ее полубандитскими понятиями имевшими мало общего с понятиями обычных людей так и сейчас улицу заменил интернет являясь по сути тем же самым только в гораздо более широком масштабе и гораздо более грязном хотим быть не такими как все и поэтому следуем в толпе за толпой предки тупые и никчемные но 500 рублей в неделю мне дать а то как же и ладно бы чего только не было в те годы правильно ведь но интернет помимо прочего принес с собой множество иллюзий к примеру иллюзию знания помнится в журнале игромания читал заметку от одного из редакторов что мол интернет это новая ступень владения знанием принципиально новое то бишь я вот не знаю но в любой момент могу открыть интернет и узнать иронично что именно с ростом привязанности к интернету началось повальное ухудшение образования возможно это друг с другом мало связано просто забавное наблюдение помимо зависимости от сети с прорвой сомнительных на самом-то деле источников редактируемых а бы кем за деньги а бы кого сама концепция доступности знаний теряет силу ибо те кто имеют знания они их потому и имеет что тянутся к ним а интернет точнее не сам интернет а вот эта вот концепция отбила саму тягу к знаниям в итоге то я могу открыть и посмотреть но я никогда этого не сделаю потому что мне на это пофиг это нафиг не надо я лучше в соцсети там позалипай или посмотрю смешные мимосики и в результате мы получаем совершенно глупого человека не знающего ничего и ни о чем кроме того что ему активно вдалбливает в башку пропагандисты и неважно с какой стороны хотя понятно с какой ибо государство с молодежью не работает вообще и не может и не хочет есть церковный поговорка научить дурака богу молиться он себе лоб расшибет это означает что без осознанности даже самый благой процесс обращается в идиотию так и с пропагандой ты можешь считать что страна в яме все плохо можешь удариться в другую крайность и считать что у нас вообще все замечательно и лучше просто быть не может но это просто повторение лозунгов без осознания того что и как там происходит и на выходе получается мы чаще зомби ну это как вы понимаете лишь такое сравнение разумеется эти люди умеют разговаривать более или менее осмысленно хотя чаще всего все же менее чем более потому что родной язык он как раз таки из разряда тех знаний которым должно быть желание тянуться а тут свои понимают и достаточно но подростки еще и падки на моду больше по крайней мере чем взрослые ну во всяком случае привязанность к моде закрепляется в сознании именно подростковые годы и тут интернет предложил замечательную альтернативу привычному языку общения новый соответственно язык общения мемы спросите причем тут мемы это ведь лишь шутки нет ничего подобного это замечательный инструмент деградации люди по умнее любят в такой момент вспоминать что само понятие мем было сформулировано не а бы кем а самим ричардом докинзом аж в 1976 году мол это как бы микроскопическая часть культурной информации фигурально выражаясь и действительно докинз именно так сформулировал этот феномен только давайте будем честны кто воспринимает это сейчас именно так спросите тех кто общается при помощи мемов да именно общается вот спросите их про мемы вы думаете что они вспомнят про докинза чешо если уж возвращаться к частичке информации культурного кода то давайте тогда взглянем на сам код что представляет из себя мем в современном понимании это какая-нибудь информация выживающая смех и сопровождаемая картинкой заметьте не юмор юмор это определенная конструкция если показать человеку палец он может засмеяться палец и юмор и показ пальца тоже не юмор в мемах самих по себе нет ничего опасного как скажем в помидорах те просто еда хотя если их переесть будет не очень хорошо мемы это просто забавная информация для поднятия скажем настроение или вот нож он для нарезки но им все же можно натворить бед и дрвавшиеся до полной свободы а на самом деле погрязшие в иллюзии все дозволенности и безнаказанности люди начали замечательно деградировать умственно в этом виноваты конечно не мемы в этом виновата воспитание и сами люди но я со временем начал наблюдать явление которые мне очень хочется характеризовать как мем головного мозга помните тот пример с зомбированными якобы людьми не осознанно повторяющими те или иные лозунги а теперь представьте таких же людей но только общающихся мемами при том не обязательно с картинками если что-то в мире случилось это переводится в шутку в мем и этот мем несут в массы его пишут или постят везде где только можно и где нельзя тоже где-то актуально и где вовсе неуместно вы можете зайти в комментарии к любому популярному блогеру и по тем самым комментариям проследить новую моду на мемы их используют подряд друг за другом искренне считая что уж они то покажутся смешными и оригинальными в миллионный раз повторив одно и то же разумеется спустя какое-то время месяцы возможно годы как правило это ну среднем год вы этих мемов уже даже не услышите никогда вы не услышите этих слов они будут выражать свою мысль но уже совсем другими словами точно также под копирку так работает мода так работает повторение друг за другом да так работают эти самые мемы люди не задумываются что это выглядит глупо впрочем это пол беды они не задумываются и о том что это может еще и быть неуместным умер дедушка николай автор канала на улакс что пишут правильно f ребят я понимаю писать f когда упал например стрим хотя для меня это тоже дегродство позже скажу почему но ладно хорошо можно допустимо но сопровождать смерть человека мемом вы вообще в своем уме это не какой-то персонаж это был живой человек это был чей-то отец чей-то дедушка его еще вчера держали за теплую руку и чтобы можете сказать глядя в глаза его родным f когда ваша матушка или отец умрут а да это случится добро пожаловать в реальный мир вы стоя у гроба тоже скажете f или у вас все-таки не повернется язык если повернется то вы не просто тупы вы бесповоротно тупы а ей бессердечный к тому же а если да если не повернется то какого хрена такие двойные стандарты интересно вы бы выразили другу пережившему трагедию соболезнования или сказали бы f а вам самим было бы приятно если бы к вам подошли сказали бы f или прислали сообщение f а прикиньте и правительство станет так делать в соболезнованиях семьям скажем погибших военных будут просто писать f оно конечно так делать не станет и настоящее счастье для таких вот живущих мемами что так живут не все мышление мемами это признак деградирования я осознаю сколько сейчас недоброжелатели сегодня на живу ведь у нас все так или иначе используют мемы включая меня к слову а еще все очень любят обижаться и примерять каждое слово на себя не страшно если вы используете мемы страшно если ваш язык общения это мемы если ваш язык мышление это мемы а это сейчас повальное явление просто посмотрите походите по интернету почитайте что и как пишут люди потому что мемы как язык мышления подразумевает полное его этого самого мышления отсутствие в людей как в компьютер просто загружает новую картинку с текстом и они идут и повторять не всегда даже осознавая контекст многие видеоблогеры строят свои ролики на мемах постоянно вставляя вознаваемые картинки или отрывки других роликов и те самые мемы на радость аудитории очень часто вообще не к месту еще и не выравнивая звук что превращает порой неплохой ролик в несмотребельное дерьмо подряд идут мем за мемом мем за мемом и вот когда тебе хочется узнать мысли других людей что они думают по тому или иному поводу часто все что ты можешь увидеть от них да это повторение одних и тех же мемов одних и тех же шуток одних и тех же фраз один дурак сказал толпа радостно повторила и повторит еще несметным множество раз да мем современном понимании именно шутка но если присовокупить изначальную трактовку того самого докинза то это базовая единица культурной информации проще говоря чем люди и общество или конкретный менш живет как он думает то есть в широком смысле это выражение нашего с вами восприятия да никто так сегодня словом мем не трактует но все же это тоже связано с темой с темой когда люди повторяют друг за другом информацию даже не задумываясь проверять ее оставить под сомнение чужое высказывание потому что им весело им смешно их подхватил азарт толпы а любая толпа это безмозглое стадо даже если по отдельности каждый в ней доктор наук все это замечательно подкрепляется еще одной иллюзии привнесенной интернетом в нашу жизнь иллюзии безнаказанности когда ты можешь говорить что угодно кому угодно и как угодно и никто тебе ничего не сможет за это сделать полнейшая вседозволенность и не дай бог эта вседозволенность будет нарушена хотя бы на йоту какой сразу поднимается вой на всю сеть как это связано о это очень хорошо связано теперь у многих обывателей в голове сидит такой царь постулат если это шутка то на нее не нужно обижаться то бишь никаких последствий быть не должно а теперь замечательный фильм тушами если слова такие имеет последствия правильно скажи что это шутка просто вы ее не поняли в силу своего скуда уме рофл который вы не выкупили что именно рофл да все что угодно оскорбление угрозы издевки унижения если ты сморозил херню и тебя притянули за язык тоже скажи что это рофл посторонний а ты просто тупой как обычно ничего не понял а в идеале вообще создай вокруг себя такой ореол тролля тролль это практически синоним рофла в данном случае только это как звание подразумевающее что ты тут всех троллишь над всеми рофлишь кекаешь с этого и лолируешь в сласть ну то есть говори что угодно делай что угодно а тебе за это ничего не будет просто потому что это же даже не просто шутка это же троллинг это нечто более возвышенное а ты знаешь ли повелся лол мы тут с тебя рофлим притом рофлят кекают и лолирует в описанных примерах не только детишки от 15 и старше но и дяденьки от 30 дряхле и глядя на этот кекающий лолирующий паноптикум 30-летних лубов которые даже не понимают а чё такого я невольно вспоминаю джорджа карлина с его фразы о том что мир то в порядке вот люди не очень говорят детство в жопе поиграет и отпустит это было бы актуально лет так десять или пятнадцать назад но мы все уже наглядно видим что у некоторых детство в жопе неиссякаемый ресурс и во что это в итоге выльется остается только смотреть ждать и жмурится в страхе некоторыми учеными принято считать что до 25 лет идет набор опыта а дальше его применение это не значит что после 25 уже нельзя переучиться или научиться новому конечно же нет можно просто сложнее не из-за возраста а из-за того что паттерны сознания уже устоялись и закостенели а когда твой паттерна сознания это отсутствие паттерна как вида и сплошная каша из рофлов кеков и чебуреков то это конечно страшное и убогое зрелище дурь она знаете ли хороша в меру но часто теперь ей не только зло потребляют но еще и прикрывается что сегодня нельзя оправдать шуткой рофлом и троллингом в глазах такого вот мемного сообщества да все что угодно можно чем они собственно и занимаются и бесполезно спрашивать не надоело ли им это это их образ жизни образ мышления и чтобы его изменить нужно выходить из зоны комфорта что означает в первую очередь отторжение тебя старым сообществом которое точно также начнет тебя оскорблять и поливать грязью и назовет все это разумеется троллингом для блогера это вообще страх когда твой канал основан на образе разрушить этот вот образ означает поставить под сомнение а нужен ли ты истинный хоть кому-то все-таки согласитесь каждый в глубине души хочет чтобы с ним общался понимающий человек они поддакивающие кекающие лолирующие нечто любую жизненную ситуацию пытающиеся свести к мему единственному понятно моему языку да и потом вы когда-нибудь видели успешных людей не блогеров с аудитории малолеток да а по-настоящему успешных людей музыкантов поэтов актеров да шут с ними бизнесменов до владельцев компании которые так бы вот разговаривали и тем более мыслили то тоже как то так все даю отмашку можете бежать и обижаться хотя это будет очень странным так как все ранее сказано это постирония рофл такими как вы я вас просто троллю интересно вы выкупите лол удачи